Однако будете ли вы его использовать? Сайдармы не воспринимаются всерьез. Сайдармы не воспринимаются всерьез. Сайдармы не воспринимаются всерьез. Кхм, да, так вот получилось. Ирония. Сайдармы, пистолеты внезапно заиграли. Не веришь? Я тоже не верил, но доказательная база у нас собралась крепкая. Так что сейчас я тебе все расскажу, покажу, а потом, не знаю как уж ты, но я точно побегу фармить нормальный такой сайдарм. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и я рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайп. Да, все именно так. С началом сезона Рассвет в игре появился новый король основного вида пушек в ПВЕ контенте. Кто бы мог подумать, пистолеты? Эти маленькие игрушки, которые мы с такой радостью распыляем на горстку легендарных осколков. Вдруг заиграли. Уже был период, когда мы бегали в Гарнила с последней надеждой, в Destiny 1 до сих пор в мете сайдарм от фракции Future War Cult. Эти вещи мы помним, но вот уж сейчас проверять их жизнеспособность решается почти никто. В чем же причина восхождения пистолетов сейчас? Ну, на самом деле, еще в Обители Теней этому типу оружия бафнули урон в ПВЕ. И уже на тот момент некоторые пистолеты, вроде слова контрабандиста, хорошо себя показывали. Однако им не хватало действительно феноменальных роллов, которые могли бы помочь этому типу оружия стать чуточку популярнее. В этом сезоне пистолетом повысили АИМ Ассист, что сделало попадание в критическую зону врага более легким. На самом деле, на геймпаде это чувствуется особенно. Я чаще играю именно на Долл Шоке, так что этот самый бонус очень кстати. Особенно в ПВП, но сейчас не о нем. Помимо этого, в игре появились сразу 4 новых пистолета, которые имеют отличный набор перков. Связываем это все воедино и получаем отличный тип основного оружия. Ну, как новых. Вот, например, пистолет Последняя Надежда. Нифига не новый. Он, как я уже сказал, в первом году Destiny 2 был в мете в ПВП. Теперь его обновили, добавили ему возможность ролла случайных перков, и теперь он более чем актуален. Это пистолет с адаптивной рамой, то есть он стреляет отсечками по 3 выстрела. Главными достоинствами являются отличная отдача и стабильность, что немаловажно, как на геймпаде, так и на клавомыше. Все эти преимущества были еще в первом году. Среди случайных перков оказались такие лакомые имена, как Питающая Ярость, лучший перк на перезарядку, и Полоса Удач с Магазином для Множественных Убийств. Вот тут мы начинаем немного углубляться в детали. Особое внимание стоит обратить на Магазин для Множественных Убийств, ну или Мультикилклип. При максимальном наборе стаков, х3, урон увеличивается аж на 50%. Это, между прочим, самый высокий множитель урона среди подобных перков. Что из основного оружия на белых патронах мы использовали до этого? Паука-отшельника. Как мы знаем, его в этом сезоне порезали. И да, порезали его очень грамотно, нужно заметить. Его не убили до совершенно бесполезного, так что с ним все еще можно играть. Но теперь, из-за его ослабления, он уступил своей монополии и дал шанс попробовать что-то кроме. Ну так вот, к чему я? Оружейный Мастер, тот баф, что увеличивал урон на Пауке, дает меньший прирост к урону. Его бонус лишь 21%, а у Магазина только лишь один стак уже даст вам плюс 17%. Так что, сравнивая уже только один перк-магазин для множественных убийств, с особенностью Паука, мы получаем очевидный перевес к оружию с мультикил-клипом. Учитывая то, что на пистолете есть питающая ярость, то перезарядка будет ультра-быстрой и, как следствие, активация перка всегда будет максимально простой. А накопление трехкратного множителя не займет много времени. Что касается урона, то он великолепен. Просто посмотрите, как он работает на зачистку мелких и средних мобов. Ну, отжохну, ведь в ППшках больше скорострельность. Они же просто поливают все мелкой крошкой из свинца. Значит, ППшка с полосой удачи или Магазином для множественных убийств будет еще круче этой вашей последней надежды. Нет, 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 нет. Я тоже так думал, пока не увидел, как это работает. Суть вся в том, если в двух словах, что эта самая скорострельность пистолетов-пулеметов им же и мешает. Вы просто слишком быстро опустошаете магазин, слишком часто перезаряжаетесь, а дефолтный урон у ППшек ниже, чем у пистолетов. Так что просто физически, даже без перков, урона от пистолета будет больше. Еще одним преимуществом последней надежды является то, что у него очень хорошая оптимальная дистанция стрельбы. Особенно это хорошо для геймпада, где стрелять из пистолетов-пулеметов на средней и дальней дистанции очень неприятно. Еще одним приятным плюсом этого пистолета является то, что он идет во второй слот. То есть его можно использовать вместе с главным оружием на урон, бременем Идзанаги или той же Горной Вершиной. Ну или со скауткой или импульской, которые необходимы нам против барьерных мобов в сумрачном налете или других сложных активностях. Ну как, продано? Где его получить, наверное, хочешь уже спросить? Он падает с легендарных анграм. С любых. Если очень не везет, можешь поиграть в казино, а им у нас заведует Криптарх в башне. Покупайте анграмы у него в надежде на последнюю надежду. Ну вот, когда вы потратите все осколки и надежды уже не останется, останется последняя надежда. То есть последняя надежда это фактически последняя надежда. Давайте накидаем еще побольше всратых каламбуров сюда, а то недостаточно плохо выходит. В общем, имейте в виду, шанс дропа самого пистолета очень низкий. А что уж говорить о правильном роли. Я вот очень осторожно попробовал выбить, чтобы не все осколки ресурсов слить. И все, какие-то не те вещи падали. Хорошо, что в команде у нас есть куда более везучие стражи. Могу посмотреть нормальные роллы и записать их. Ну и да, кто такой этот ваш правильный ролл? Их на самом деле даже два. В первом варианте вам нужны перки «Питающая ярость» и «Полоса удач». Во втором варианте «Питающая ярость» и «Магазин для множественных убийств». Лучше, конечно, второй вариант. Остальные перки нужны на дальность. Рикошетные или крупнокалиберные патроны во второй колонке. И прицелы «САС-цель» или «САС-дистанция», которые добавляют от 8 до 13 единиц к эффективному расстоянию. Но если тратиться на энграммы очень не хочется, есть альтернатива в том же архетипе. Пистолет «Суждение странника 5». Этот пистолет тоже был в первом году и появился он с выходом дополнения «Проклятие Осириса». Самым крутом дополнении первого года, как мы все помним. На него также падает «Питающая ярость», но большой минус. На нем нет полосы удач или магазина для множественных убийств. Зато есть перк в окружении, который увеличивает урон на 30%, а с дополнительным модификатором на 40%. При условии, что вас окружают 3 и более противника. То есть он применим исключительно в ситуациях боя на очень близкой дистанции. В отличии от «Последней надежды», этот сайдарм можно легко пофармить. Нужно просто выполнять корпуса с обелисков ЕМЗ. Или же забирать его за закрытие солнечных часов. Есть еще два сайдарма в первый слот, которые могут заинтересовать тебя. Лучик света с агрессивным залпом, то есть он стреляет двумя патронами. К сожалению, на него нет «Питающей ярости» на перезарядку, но зато можно выбить наш любимый перк «Изгой». Из перков на урон есть та же полоса удач и магазин для множественных убийств, которые, как мы показали в видео ранее, работают будь здоров. Формится он с обелиска спутанных берегов или же солнечных часов. Мне этот пистолет очень зашел. Его легко контрить, он быстрый, он точный. Нет ощущения вот этого вот разброса во все стороны при спаме выстрелами противника. Ну и конечно же, в этот слот есть сезонный пистолет «Сарыч», о котором мы говорили в прошлом видео. «Изгой» и с четвертого раза получится в первой колонке, и новый перк «Осмос» и «Рубака» во второй. Все на выбор. Лучше, конечно, выставить «Изгой» и «Рубака». В таком наборе настроек вы с легкостью будете прорываться с этим пистолетом через волны мобов на какой-нибудь арене паноптикума или солнечных часов. Единственный минус – кинетический слот. Все же сайдармом его занимать той как не рекомендуется, там нам нужна мощная пушка на урон. Где же можно использовать сайдармы прямо сейчас? Пистолеты. Не поверите, везде, даже в сложных активностях таких как рейд, ну вот на том же самом рейде сад спасения. На каждом этапе последняя надежда отлично заменяет паука-отшельника или другое оружие в энергетический слот. В первый слот у нас снайперская винтовка, а во второй пистолет мобов чистить на любом этапе идеально подходит. Что касается сумрачных налетов, то здесь скорее нет, чем да, поскольку в этом сезоне патроны против боителей имеются только на пушках дальнего боя, имбульсных винтовках, винтовках разведчика, например. Возможно, что в следующем сезоне сайдармы тоже обзаведутся патронами, тогда они и заиграют в такого рода активностях, ведь нам ой как приятно было распылять этих мощных противников с помощью пистолетов-пулеметов, когда на них моды были. Про пистолеты на этом всё. Теперь я отвлекусь и скажу, что это последнее в этом году видео на канале Трипл Вайп. Конечно, год был насыщенным, мы ныли, что контента нет, ныли, что контента много и мы не успеваем его освоить, ныли, что масса Риюза появляется в игре и при том всё равно фармили и фармили. Странные ребята эти ваши стражи из года в год не перестают удивлять, но мы любим вас, любим Destiny и рады, что благодаря вам наш канал растёт. От лица всей команды канала Трипл Вайп я поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом. Надеюсь, каждый из вас входит в Новый год с хорошим настроением и чёткими целями. Отбиваю пятюню каждому охотнику, жму руку каждому титану и даю кулачок каждому варлоку. На этом всё, спасибо за просмотр, не забудь подписаться на канал, мы на пути к 100 тысячам и мы уже готовим для вас несколько особых сюрпризов, так что нам нужен каждый из вас. Счастливо и до встречи в новом году!